Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс и в этот раз мы с вами поговорим о том, как проходит старт продаж PlayStation 5 в России. Перед началом видеоролика, как всегда, прожмите лайкусик, подпишитесь на канал, ну а также напишите в комментариях свою позицию на данную ситуацию. Напомню, что сейчас 19 ноября, именно сегодня старт продаж PlayStation 5 в России. Кстати, искренне поздравляю тех, кто все-таки ждал эту консоль и тех, кто получил, поскольку походу это сделать сегодня смогут далеко не все. Самый глобальный прикол этого видео, и прям считаешь за шкваром Sony в России, это то, что они не удосужились привести одну из версий консоли в старт продаж. Вы просто представляете ситуацию? Старт продаж, люди за долгое время оформили предзаказы, внесли не часть стоимости за предзаказ, а полную. А за день до релиза вам говорят, что, ой, мол, извините, ваш заказ немножко задерживается, как бы, сори. Я прекрасно понимаю, что сейчас у многих проблема, доставлять в регион может быть как-то проблематично, но Sony в этот раз, она даже не позаботилась о том, чтобы доставить определенную версию консолей в столицу. В столицу! В Москву! Вообще, мое возмущение и моя претензия, в принципе, основывается на том, что мы с братом попали в точно такую же ситуацию. Как вы все знаете, я сделал предзаказ PlayStation Bratel. Да, я сделал предзаказ не один из первых, но я успел, поскольку на сайте все-таки были версии без дисковода, и мне каким-то чудом повезло ее оформить. Мы, кстати, заказали в Эльдорадо, и о ней тоже сегодня будет история. Это, кстати, был на то время единственный магазин, в котором остались цифровые версии PlayStation 5. Опять же, к тому, что консоли ограничены, я отнесся еще нормально, поскольку, да, их выпустили ограниченные здания, кто успел, тот и съел. Но когда начинается старт продаж, и ты внес полную стоимость, и в тот день, в котором тебе должны выдать эту консоль, тебе ее не выдают, и ты еще находишься при этом в столице. Ну, как по мне, это вообще бред. Вообще, кстати, в моей истории с братом получилась некая интересность. Как я говорил чуть ранее, консоль мы взяли в Эльдорадо. Вчера, а именно 18 ноября, я им звонил, дабы уточнить, что с моим заказом, планируются ли какие-то задержки. Ну, просто уточнить о состоянии своего заказа, и мне кажется, вчера сделали это многие. Ну, потому что стали появляться слухи, что якобы Бойка все-таки задержится, об этом написал, по-моему, видео, еще какие-то сети написали. Но Эльдорадо молчал до последней ситуации, даже вот я, по-моему, несколько минут назад звонил в Эльдорадо, спрашивал, что с моим заказом, хотя мне все-таки пришла смска. Сказали, что по базе данных, как бы, планируется на 19 число ждить смски, хотя, в принципе, 19 число, смска пришла, что мне консоль придет 20 числа, и то, мне кажется, не факт. Но, опять же, Эльдорадо молчал, держал до последнего, что все нормально, как бы, у вас в системе сказано, что планируется на 19 ноября, как бы, ну, пока все нормально. Конечно, они не дали открытого вопроса о том, что все-таки привезли консольный склад или не привезли, потому что, когда я заказывал Xbox Series, я мог эту информацию уточнить, в моей консольной складе или нет, здесь же такой информации не дали. И понимаете, это все произошло, по сути, за день до этого, грубо говоря, 18 числа, вот вчера, пока на других выражали свое фу, мол, ну, ребят, что за фигня, я, как бы, оплатил при заказ, а его, как бы, не привезут, ну, что за бред. Эльдорадо, в моем случае, говорил, что все нормально, как бы, ну, даже ничего не написало. Мы, естественно, на тот момент с братом обрадовались, ну, типа, фартануло, так фартануло. В итоге, вчера в инсту я записал пару сторисов о том, что якобы с плойкой какие-то задержки, может быть, повезет, а может быть, кому-то не повезет забрать свою плойку пятую. Кстати, подписывайтесь на инсту, потому что все вот такие вот моменты, они появляются сначала в инсте. Так, ребят, завтра мы поедем, короче, с утра за плойкой, тоже мега-белую дачу, посмотрим, удастся нам ли ее забрать, поскольку сейчас ходят слухи, что якобы PlayStation магазины пока не приехала. Мы будем брать в Эльдорадо, короче, посмотрим. В итоге, буквально через пару минут после этого сториса, мне приходит смс-ка от Эльдорадо, это, наверное, было где-то в 8-9 часов вечера, о том, что мой заказ все-таки задерживается, ожидайте его 20-го числа. Красавцы, молодцы, дотянули до последнего. Умеете, могете просто. Скорее всего, конечно, они боялись какого-то хейта, но, сори, он в любом случае на вас выльется, поскольку вы не успели. Я прекрасно понимаю, что такие ситуации были и на стороне Xbox, кому-то все-таки предзаказ не дали, но это в большем случае касалось каких-то регионов, определенных регионов. Если же что-то случалось с предзаказом, то парню предлагалось отменить его предзаказ, потому что по каким-то причинам его не могут выдать технически, и просто взять консоль с витрины, если она имеется. В принципе, Xbox'ов, ну, хватало, насколько я помню, и в некоторых магазинах до сих пор они есть. Здесь же, сори, но мы не привезли цифровую версию PlayStation 5. Крутяк. Честно, я без понятия, о чем они думали, поскольку за столь долгое время, по-моему, предзаказ был открыт где-то в сентябре, они не удосужились обеспечить консолями Россию. Понимаете, тут проблема не в том, что пару штук не довезли, они просто цифровую версию PlayStation, походу, ну, просто не завезли, потому что я ни у кого пока что не видел, чтобы кто-то получил цифровую версию. Хотя, в принципе, она должна даваться за полную предоплату. Лично мне не особо горело ее получить прямо сегодня, но вот моему брату и тем, кто все-таки ждал эту консоль, ну, как по мне, это обидно. С другой стороны, и мне здесь как бы не радостно, потому что мои деньги висят где-то там за какую-то консоль, которая вряд ли даже придет завтра. Знаете, у меня даже какое-то подозрение, что отменят предзаказ, потому что люди писали, что такое бывало. Я, конечно, не знаю, фейк инфа это не фейк, но в любом случае информацию эту держать стоит. Опять же, проблема может быть не такая глобальная, потому что Sony все-таки успела привезти хотя бы дисковую версию консоли PlayStation 5, но цифровую, увы. В данном случае от Sony я не видел каких-то официальных заявлений, что, мол, ребята, у нас такая нагрузка, сори, никаких-то комментариев, ничего не было, будто у них все нормально. iPhone привозят нормально, Samsung привозят нормально, Xbox привезли нормально, понимаете? А если учитывать опыт семилетней давности, да, то это просто вообще нонсенс какой-то, что Xbox сделали все шикарно. Но Sony здесь, видимо, отличилась, к сожалению. Данная ситуация, на самом деле, капец, как может негативно сказаться на Sony, поскольку есть люди, которые первый раз берут PlayStation 5 и просто встречают такой опыт. В назначенную дату за полный предзаказ консоли они ее просто не получают. Самый прикол еще в том, что те, кто предзаказывали в официальном магазине Sony, получили смс, куда же кто-то получил ее ночью, получили официальное сообщение от магаза, и там была очень интересная строчка. Мол, мы вынуждены признать, что не можем анонсировать точные сроки поставки. То есть это вообще неизвестно, когда они будут. Да, опять же, это может быть написано с целью того, чтобы не отписываться каждый раз, что, мол, мы обещали завтра, давайте еще подождите. Типа, мы пока не знаем, просто ждите. Но звучит все равно плачевно. Опять же, если так пишет официальный магазин Sony, то, получается, остальные магазы просто отписываются, перенося даты на завтра. Короче, на самом деле, я не знаю, как будет. Может быть, мы все-таки завтра получим консоль, может быть, не получим. Но все-таки первый опыт знакомства с Next Gen консолью от PlayStation, ну, пока на самом деле проходит не очень. Опять же, ролик не создается с целью как-то, не знаю, похейтить компанию, поскольку я всегда относился к ним нормально. Но вот это вот отношение какое-то, ну, оно довольно-таки странное. И, на мой взгляд, данной ситуации все-таки нужно уделить внимание. Вообще, напишите в комментариях, как у вас проходят предзаказы, забрали вы консоль или нет, и какая у вас-то и дата, и в каком магазине покупали. А вообще, на этом, в принципе, все. Вот такая вот новость, к сожалению, не очень. Если ролик вам понравился, и вы, в принципе, поддерживаете мою позицию, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, опять же, пишите свое мнение. И большое спасибо за просмотр. И, как говорится, ничего страшного. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok